Рассмотрим такую схему, которую можно сформулировать несколько различных комбинаторных задач. Эту схему иногда называют 12-ти ричным путем, потому что задача этих будет 12. А задачи такие, это задачи о размещении шаров по ящикам. Вот, например, у нас есть N шаров, помещаем, например, пока ящик. Ну, самая простая задача такого типа, это, наверное, когда мы из N шаров выбираем один шар и помещаем его в один ящик. Ну, спрашивается, сколькими способами это можно сделать? Ну, яхную шарову, сам можно выбрать N-способами, а ящик, куда мы его помещаем? Как? Значит, общий шаров способ будет N-множить на. Вот эту задачу мы решили с помощью правил умножения, которые постоянно в комбинаторике используют. Ну, кроме правил умножения есть еще правила умножения, которые еще проще, я думаю, все и возникли. Мы заметили, что вот в этой формулировке мы не явно воспользовались тем, что шары за номеров, то есть что все одинаковые. Ну, например, прокрашены в разные цвета. И что ящики тоже разные. Потому что, если, например, шары все одинаковые, то ответ в этой задаче будет уже другой. Ответ будет во втором ящике. Если разная внешность. Потому что не все ли равно, какой шар мы положили. Нам только нужно знать номер ящика, который в шар попал. И это будет уже там. Поэтому в этих комбинаторных задачах нужно всегда внимательно следить, какие там объекты замерованы, то есть считаются различными, а какие не замерованы, то есть считаются одинаковыми. В зависимости от этого и задачи получаются равны. Иногда они могут очень сильно отличаться от трудностей. Но мы на самом деле вот эту простую задачу, она выбивается из этих эскемов 12-серичных. Почему? Потому что мы будем рассматривать задачи, в которых все М-шаров расписываются по ящикам. Не один какой-то выбираем на место, а мы все расписываем по ящикам. Какие типы задачи? Ну, во-первых, можно рассматривать задачи, где вообще нет никаких ограничений. То есть я М-шаров распихиваю по ящикам какого-то. То есть один ящик можно, например, несколько салонов положить. А можно вообще не один ящик. Это один вид задачи. Второй вид, когда, например, размер ящика ограничен одним шаром. То есть в ящик можно салонов только один шаром. Или вообще ничего нет. Это второй вид задачи. Ну и, наконец, есть еще третий тип задач. Когда ящики ничем не ограничены, но мы требуем, чтобы они все были заполнены. Рассматриваем такие ограничения, чтобы пустых ящиков нет. Вот три виды задачи. Но они, естественно, превращаются в двенадцать. Задачи почему? Потому что нужно уточнить. Совы одинаковые. Или разные между номеров или нет. И, соответственно, ящики. И для совов, и для ящиков у нас два варианта есть выбора. Поэтому всего варианта будет, согласно правилу умножения, 3 на 2 на 2. Раз в минуту. Ну, мы не будем все эти задачи рассматривать. Ну, давайте для примера рассмотрим некоторые виды. Ну, вот, например, такая задача. Мы размещаем н-шаров по ящикам, по ка ящикам так, чтобы каждый ящик больше одного шара не хватит. При этом н-шаров считаем разными и ка ящиков тоже. Сколькими способами можно это сделать? Ну, всем ответ, наверное, понятен. Мы можем первый шар поместить в любой из ка ящиков. Второй шар – в любой из оставшихся к-1 ящиков. Ну, и так далее. А н-шар – вот такое количество ящиков. Ну, ясно, что это все имеет смысл, наверное, только когда n не больше, чем k. Потому что если n больше, чем k, то ящиков у нас не хватит. И обязательно, как бы он ни раскладывали, хотя бы в один из ящиков попадет два или больше шара. А это как раз, наверное, известный вам принцип директа, который часто применяется при решении н-шарной заразности. Но поскольку нас интересует количество размещений, то при n больше k, ответ, наверное, разумно считается равным 0. Но тогда эта формула тоже будет правильной, потому что одна из разностей обращается в норму. Вот такое произведение сейчас можно называть или факториальной степенью, или убывающим субфакториалом. Ну, если ее называть убывающим субфакториалом, я могу считать это разным. Значения, хотя эти есть разные. Мы берем k, окружаем скобочками, а внизу пишем n. n указывает на хорическое со мной. Убывающий он, потому что числа на каждом шаге не уменьшается. Ну, если вместо числа k мы поставим какую-нибудь переменную x, то у нас получится, знаешь ли, n в степени n, который тоже мы можем так уменьшить. Будем называть его убывающим субфакториалом. Это число, когда-то на пускове, когда вся эта комбинаторика называлась числом размещения. Ну, кстати, в частности, если n равно k, то оно еще называется числом перестановки. Потому что если число здоровья ящика не надо, и каждый ящик у нас попадает один сам, то мы имеем дело с перестановкой. Их будет ровно как обцелезно. Ну, а что будет, если шары будем различать? Вот если мы не будем различать шары, то есть шары для нас одинаковые, а ящики по-прежнему разные. И тоже мы различаем шары по ящикам так, чтобы в каждый ящик у нас попадал не более чем один шар. Тогда, конечно, разумно считать, что n не больше, чем k. И количество таких размещений будет просто равной числу способов выбрать из к ящиков те и н ящиков, которые попадают по одному шару. Ну, это число, тоже всем известно, это лимлянный кипец или число сочетательное. Как оно обозначается? Поскольку мы выбираем из к ящиков n, то получается, что это число нужно обозначить так. Ну, это немножко непривычно. Обычно лимлянный кипец обозначает наоборот. Ну, просто букву n не обозначить. Ну, раз уж я так обозначил, то вот у меня получилось вот такое. Такое назначение. Ну, можно, на самом деле, тот же лимлянный кипец к нему приводит вот такой еще вариант этой задачи. Когда мы n различных занумерованных шаров размещаем от к ящика, так что в каждой ящике может быть только один шар, и при этом, ну, вот тех же терминных размещений шаров по ящикам можно рассмотреть вот какую еще задачу. Допустим, мы размещаем n одинаковых шаров, пока разным ящиком, но произвольным углом. То есть не требуется, чтобы в каждый ящик только один шар мог попасть. А может попасть в любой шар. Тогда как посчитать число таких размещений? Ну, ясно, что раз шар у нас одинаковые, а ящики разные, то каждое размещение однозначно определяется, если мы указываем для каждого ящика сколько шаров у него. Они все равно все одинаковые. То есть получается набор искра чисел, сумма которых равна n, потому что мы все n совместим. Ну, при этом числа могут быть любые, в том числе и 0. Ну, вот предлагаю слушателям попробовать самим решить эту задачу. То есть найти число способов разбить число n на k упорядоченных слагаемых, которые не отрицательны. Ответом будет тоже бенемиальный коэффициент, вот только он у нас образит какой. И вот это число фактически совпадает с числом так называемых размещений повторений. Ну, можно рассмотреть другой вариант подобной задачи, когда мы одинаковых совов размещаем пока ящиком, но рассматриваем не произвольные размещения, а такие, в которых не бывает пустых ящиков. Ну, тогда каждое такое размещение опять задается набором искра чисел, сумма их по-прежнему равна n, но каждое число уже не меньше единиц. Ну, это вот похожая задача, решаются они примерно одинаково. Называется она задача о разбиении числа n на k упорядочных слагаемых. Ну, можно рассмотреть теперь еще такую задачу. Мы n одинаковых шаров размещаем в боках одинаковые ящики. То есть ящики уже мы не различаем. То есть порядок, в котором ящики расставлены, нам безразличен. Тогда сколько таких способов размещения? Каждое такое размещение тоже задается набором k чисел, сумма которых равна n. Числа не меньше единицы тоже, потому что все ящики должны быть занять. Но здесь уже, если мы переставим эти числа в произвольном порядке, то это для нас будет то же самое размещение. Потому что нам не важен порядок ещики, они же для нас все одинаковые. То есть здесь возникает задача, которую на языке разбиения числа на слагаемые можно сформулировать так. Сколько существует различных способов разбить число n на k, натурально слагаемых, но при этом порядок слагаемых нам не важен. Ну, а перестановка слагаемых сумм может быть не менять. Вот мы видим, эта задача тоже формулируется как одна из задач вот этой 12-дерочной системы. Эта задача оказывается крайне трудной. Число таких размещений имеет почти что стандартное обозначение. Ну, а если просуммировать все эти числа, начиная с к равному единице до n. Ну, потому что возможно церевиальное разбиение числа n на 1 слагаемых. П1n на 2 равно единице. Ну, и есть еще другое церевиальное влияние числа n на n слагаемых. Тогда каждый из них равно единице. Оно тоже равное. Вот их тоже мы учили. Так вот эту сумму, она обозначает p от n, и она просто равна числу всех способов разбить число n на любое число слагаемых. Вот эта вот последовательность устроена очень сложно. И изучение ее поведения английский математик Харгель и индийский математик Хармон Джан посвятили одной из лучших своих статьй. Но на эту тему можно читать отдельные лекции и даже много лекций. Харгель написал целую книгу про Ману Джана. Кстати, книга есть на русском языке. Там все это объясняется. Но мы все-таки будем рассматривать другую задачу. Тоже одну из этих 12. Одесский математик Хармон Джан. Идемый геймдерус на ф sense. К чеху, каких ещ japanese Reading's Ленин. К чеху, богатик Хармон Джан.